Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей, и сегодня мы с вами разберём несколько слов и выражений из фильма «Терминатор 2». В детстве я этот фильм пересмотрел уже не помню сколько раз, очень много, но, разумеется, я смотрел его на русском языке. Недавно я посмотрел его впервые на английском и отметил для себя кое-какие интересные слова, выражения. Сегодня хочу поделиться с вами этими находками. И первое слово это Legal Guardian. Вообще слово Guardian значит страж, стражник, защитник и встречается чаще в фэнтези или в каких-нибудь исторических фильмах или романах. Legal значит легальный или законный, ну или юридический. А вот всё вместе Legal Guardian значит законный опекун. Вот в каком моменте это слово встречается в Терминаторе 2. Ну он говорит, всё верно, что он на этот раз натворил. Офисер, кстати, в английском языке это не то же самое, что офицер в русском языке. Ну то есть в русском языке есть рядовые сержанты, офицеры, в том числе и в полиции. А в английском языке офисер это стандартное обращение к любому полицейскому, независимо от того, какое у него звание. Следующее слово это Psycho. Произносится именно Psycho. Здесь звуков П нет, так же как и в слове Psychology нет звука П. Не П Psychology, а Psychology. Не П Psycho, а Psycho. Psycho значит психопат, то есть неуравновешенный и опасный человек. She is pretty cool, значит в данном случае она, ну, довольно крутая. На что Джон Коннор отвечает, что она Psycho. Psycho значит психопат, неуравновешенный, опасный человек. А дальше, если помните, если смотрели фильм, он говорит, как его мать оказалась в психиатрической больнице. Don't take this the wrong way. Не пойми меня неправильно. Часто дальше идет союз but, но. Не пойми меня неправильно, но. Мне понравилось, какое определение дали этому выражению на Urban Dictionary. Это словарь современного сленга. Там написано, что вот это выражение, Don't take this the wrong way, but, обычно используется перед тем, как сказать что-нибудь такое плохое. Ну, что-нибудь, что можно понять только одним способом, в таком, в отрицательном ключе. Now, don't take this the wrong way, but you are a Terminator, right? Saber Dying Systems, Model 101. Don't take this the wrong way, but you are a Terminator, right? Не пойми меня неправильно, но ты ведь Терминатор, правильно? И он отвечает, да, Cyberdyne Systems, Model 101. The authorities. The authorities значит представители власти, например, полиция. Причем, обратите внимание, что слово именно используется во множественном числе, authorities и с определенным артиклем the. Where are we going? We have to get out of the city immediately and avoid the authorities. Where are we going? Куда мы едем? We have to get out of the city immediately and avoid the authorities. Мы должны немедленно уехать из города и избегать представителей власти. Вообще, слово authority довольно многозначное и может, например, в единственном числе значить право что-то сделать. Но когда говорят the authorities, обычно подразумевают именно представителей власти. Следующее слово это foster parents. Foster parents это приемные родители или опекуны, то есть это не биологические родители, biological parents. Есть еще похожее слово step parent. Но step parent это либо step father, либо step mother. То есть это отчим, step father или мачеха, step mother. То есть подразумевается, что step father, например, женат на биологической матери этого ребенка, отчим. Или step mother, замужем за биологическим отцом этого ребенка, мачеха. Ну а foster parents это именно приемные родители. What's the dog's name? Max. Hey, Janelle. What's wrong with Wolfie? I can hear him barking. Is he okay? Wolfie's fine, honey. Wolfie's just fine. What are you? Your first parents are dead. You have a Sarah Connor here. Есть ли у вас здесь некая Sarah Connor? You have a Sarah Connor here. Я взял это предложение, потому что в нем встречается такая редкая штука, как артикль перед именем человека. Возможно, вы слышали, что перед именем человека артикли вообще не употребляются. Это не совсем так. Они употребляются просто очень редко. Если мы поставим неопределенный артикль перед именем человека, мы как бы добавляем значение слова некий или некая. То есть мы подчеркиваем, что мы этого человека не знаем. Hi, you have a Sarah Connor here? Когда он приходит в психиатрическую клинику и говорит You have a Sarah Connor here, притворяясь полицейским, он подозревает, что есть ли у вас здесь некая Sarah Connor? То есть он подчеркивает, что это какой-то человек, которого он не знает. Определенный артикль, кстати, тоже может использоваться перед именем человека, когда мы говорим, что это не просто, например, Sarah Connor, а та самая Sarah Connor. Если бы он сказал You have the Sarah Connor here, получилось бы, есть ли у вас здесь та самая какая-то чем-то известная Sarah Connor. Но в фильме такого не было. Следующее слово это self-aware. Это такое очень научно-фантастическое слово. Однако, если вы посмотрите в словаре, вы, скорее всего, прочитаете, что self-aware это, ну, всего-навсего кто-то, кто хорошо себя знает и понимает. Ну, например, знает свои достоинства и недостатки. Такое не очень прям употребительное слово. Однако, в контексте научной фантастики, особенно про киборгов, андроидов, искусственный интеллект, self-aware часто используется в значении самосознания. То есть, если робот становится self-aware, этот робот осознаёт себя существом, осознаёт себя личностью. Ну, другими словами, считает себя человеком, живым себя считает. В научной фантастике часто встречается такое выражение, что кто-то became self-aware. Например, machines became self-aware. Машины стали, обрели самосознание. SkyNet начинает учиться в геометрической прогрессии. Он обретает самосознание в 2.40 утра по восточному времени. Eastern Time – это часовой пояс в североамериканское и восточное время. Следующее выражение – это pass for somebody. Pass может значить «передавать кому-то что-то», но в данном случае pass for somebody – значит «сойти за кого-то». То есть быть похожим на кого-то настолько сильно, что другие примут вас за этого человека. Там встречается предложение if you can't pass for human. «Если ты не сможешь сойти за человека, тогда ты для нас бесполезен». «Will this heal up?» «Да». «Good. Если ты не сможешь сойти за человека, ты не очень хорошо для нас». «Will this heal up?» – спрашивает Сара Коннор, имея в виду, заживут ли его раны. И когда тот отвечает, что да, заживут, она говорит «Хорошо, если ты не сможешь сойти за человека, нам от тебя мало пользы». Ну и еще одно выражение – это «plan ahead». Это значит «планировать наперед». One thing about my mom, she always plans ahead. Джон говорит, что его мама всегда все планирует наперед. Ну и в заключение хочу сказать, что несмотря на то, что я этот фильм смотрел на русском языке, в разных переводах, когда я его посмотрел на английском, я заметил кое-какие мелочи, которые раньше не замечал. Надеюсь, вам был интересен этот выпуск. Смотрите фильмы в оригинале, учите английский, чтобы смотреть фильмы в оригинале. Поставьте лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь и до встречи в следующий раз. Продолжение следует...